Джон Ритчи из Египта в Ханаан Глава 4 Усилие фараона – уловки сатаны Моисей и Аарон были избраны говорить от имени Бога и посланы в Египет. Они сразу же идут к правительству, во двор фараона. В самом центре величия и богатства они представляют официальное требование Еговы. Читаем книга Исход, глава 5, стих 1. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон не желает повиноваться Господу. Он приказывает усилить нагрузку на рабов и увеличить объем их работ. Он выражает презрение и ненависть к Богу, говоря, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля?» Книга Исход, глава 5, стих 2. Это метод сатаны, первая из его попыток, которую он предпринимает, чтобы не позволить бедному грешнику освободиться. Здесь нет масок. Это рыкающий лев, пришедший из ада и открытое неповиновение Богу и Его истине. Пока дьявол может держать своих рабов в повиновении, когда они смиренно служат ему, он делает это. Но как только Бог начинает работать с грешником, чтобы освободить его, ад немедленно приходит в движение, чтобы удержать его. Сатана никогда не отпускает свою добычу без боя. При этом положение грешника становится еще хуже, чем до этого, потому что его совесть разбужена. И он чувствует тяжесть своих цепей. Он начинает думать о вечности и, подобно блудному сыну, приходит в себя. Давайте сейчас поразмыслим над четырьмя видами дьявольских уловок, козней, которые он строит с целью воспрепятствовать Божьей работе. Первая уловка врага Требования Иеговы представлены фараону. Суды и казни вершатся над ним и его землей за неповиновение, поэтому он изменяет свою тактику. Он видит, что в открытом бою ему не достичь успеха, потому что Бог сильнее своих врагов. Теперь же фараон пытается тайным лукавством достигнуть своего, надеясь, что это ему удастся. Он призывает Моисея и делает уступку. Читаем книга Исход, глава 8, стих 25. «Пойдите и принесите жертву Богу вашему всей земле. Как благородно!» Это весьма существенная уступка со стороны фараона, однако она очень тонко скрывает вероломство дьявола. Этот пункт его стратегии призван разрушить саму сущность и цель искупления народа. Исей разгадал этот замысел, ответив отказом на предложение врага. Он ссылается на слова Иеговы. Читаем книга Исход, глава 8, стих 27. «Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу, Богу нашему, как Он скажет нам». Слово Божье было сказано очень четко и исключало всякие компромиссы. Расстояние от Египта к тому месту, где должен был стоять алтарь Иеговы, было отмерено самим Иеговой, и Моисей не мог изменить это расстояние. Он представляет заявление Иеговы во всей их полноте перед лицом врага. На этом примере мы видим одну из хитростей дьявола. Если он не может воспрепятствовать избавлению грешника через открытую оппозицию в образе рыкающего льва, он, словно коварный змей, старается убедить его принести жертву в Египте. И разве он не достигает своей цели? Сатана не имеет никаких претензий к человеку, исповедующему религию, которая позволяет ему оставаться приличным мирским человеком, приносящим жертву Богу всей земле. Даже больше! Он при этом предложит еще и свое покровительство и одобрение. Мир станет хорошо отзываться о таком человеке. Все будут им восхищаться и хвалить его. Мирская религия содержит в себе что угодно и не осуждает ничего, кроме сердца, полностью посвященного Христу. Она практикуется в земле сей по принципам, определяемым этим миром. А поскольку она мирская, мир любит то, что принадлежит ему. Но когда голос Божий настойчиво требует совершить поход на три дня пути, а это то, что совершил Христос на кресте и что произошло на третий день, его воскресенье, сатана приведет в движение все силы ада, чтобы помешать этому. Он ненавидит полное, абсолютное отделение для Бога. Очень уж хорошо он знает, что всякий человек, который знает, что он умер и воскрес со Христом, распрощается с ним, его империей, его службой и его землей навеки. Христианин, открыто исповедующий свою веру, совершил ли ты уже свой трехдневный путь из Египта? Расстался ли ты с миром? Помни, ты не можешь нести истинное свидетельство о Боге или поклоняться Ему в истине и в то же время иметь общение с мирскими людьми, то есть принимать участие в их греховных удовольствиях или исповедовать их религию. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. Призыв Божий весьма определенный и ясный. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 17. Вторая уловка врага. Читаем книгу Исход, глава 8, стих 28. «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». В чем лукавство этих слов? Фактически они значат следующее. «Не уходите за пределы моей досягаемости, держитесь поближе к Египту, чтобы я мог без больших проблем заполучить вас обратно и таким образом разрушить ваши свидетельства, как отделенных для Бога людей». Пограничное христианство является очень хорошим орудием сатаны, вполне отвечающим его интересам. Человек, не отделивший себя во всей полноте для Бога и в то же время не являясь полностью мирским, это камень предкровения для всех. Мир с презрением посмеивается над человеком, который в один вечер молится на молитвенном собрании, а на следующий день поет на концерте. Окружающие люди с легкостью оценивают глубину такого исповедания. Они перестают уважать его и считают лицемером. Он не способен делать ничего, кроме как создавать проблемы. Его никто не уважает, ни христиане, ни мирские люди. Его совесть запятнана, его душа в смятении и не знает покоя, и даже его внешний вид жалок. Лот был одним из тех людей, которые не уходят далеко. Живя в Содоме, он пытался сочетать политику и благочестие, но люди смеялись над ним. Его мирская жизнь полностью парализовала его проповедь. Его дочери выходили замуж за жителей Содома, и в конце концов он сам был выведен из Содома, спасенный как будто бы из огня, проведя остаток своих дней в тягостном одиночестве с деградированной жизнью и свидетельством. Молодой верующий, сатана обязательно попытается испытать на тебе свои хитрости. Он будет нашептывать тебе, не уходи слишком далеко. Нет необходимости быть настолько изолированным. Ты можешь быть христианином и петь невинные мирские песни. Иногда можно потанцевать и порадовать себя некоторыми небольшими мирскими удовольствиями. Существует много хороших христиан, которые не видят ничего плохого в подобных вещах. Мы не должны быть какими-то эксцентричными, особенными. Мы должны быть как все люди. Все рассуждения подобного рода приходят от дьявола. Это он хочет притупить, замарать свидетельства святых для Бога в мире и опустить их на уровень просто религиозных людей. Однако в Библии весьма определенно и ясно говорится о том, что мы являемся особенными людьми. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Которые не должны поступать, как язычники, как прочие народы. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 17. Первое послание к Коринфианам, глава 3, стих 3. Поэтому, дорогие святые Божьи, противостаньте дьяволу твердой верой. Отстаивайте и боритесь за три дня пути во всех своих делах. Пусть крест и гроб Христа станет мерой вашего отделения от этого мира. Именно таким является Божье христианство. Третья уловка врага. Читаем книга «Исход», глава 10, стих 11. Нет, пойдите одни мужчины. Бедный фараон. У него сейчас большие проблемы. Божья рука над ним становится все тяжелее. Он еще немного уступает. Теперь он позволяет им пойти на три дня пути, но хочет, чтобы малолетние дети остались в Египте. Неплохо придумано. Родители в пустыне поклоняются Иегове, а их дети оставлены в Египте с его идолопоклонством. Очень хорошее решение. Чудесное свидетельствование о Боге. Фараон отлично понимал, что если ему удастся заполучить детей, он ничего не потеряет. Он знал, что если дети останутся в Египте, родители сами очень скоро вернутся назад. Увы, так много родителей христиан забыли об этом и оставили своих детей в мире, поглощенными его удовольствиями и безудержно бегущим его курсом. Свидетельство многих верующих родителей потеряло силу и значимость из-за того, что они оставили своих детей в Египте, предоставляя им возможность втянуться в его дела и изучить его нравы и порядки в компании безбожных людей. Лот и Илий были именно из этого сословия, и суд Божий, который свершился над их семьями, является предостережением для всех, кто идет по этому пути. Четвертая уловка врага. Фараон окончательно загнан в угол, и он делает последнюю попытку. Понимая свою беспомощность, он пытается зацепиться хоть за что-нибудь и удержать хотя бы одно звено, тогда он сможет чего-нибудь добиться. Читаем книгу Исход, глава 10, стих 24. «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Фараон сейчас – самолюбезность. Он готов довольствоваться совсем малым. Его условия кажутся вполне логичными. Стада скота будут тяжким бременем в пути. Разве не будет лучше, если они их оставят? Нет. Несмотря на то, что Моисей, как человек, и был кратчайшим из всех людей на земле, но также он был одним из неукротимых людей у Господа, он не мог позволить себе приступить ни одну йоту из Господних требований. Все их стада и скот должны также принадлежать Иегове. Ему должно принадлежать все, поэтому фараон получил последний и окончательный ответ – «Не останется ни копыта». Книга Исход, глава 10, стих 26. Таким было требование небес. Этого нельзя было не исполнить. Ни одного пункта нельзя было нарушить. Иегова должен получить то, что принадлежит ему. Решение приносит победу, и враг, полностью побежденный, будет вынужден признать свое поражение. Молодой верующий, пусть твоим лозунгом будет готовность для Христа. Никогда не пытайся понизить требования Бога к тебе. Не уступай ни в чем дьяволу. Никогда не обращай внимания на поступки окружающих, проявляй послушание к каждому слову Бога. «Противостань дьяволу, и он убежит от тебя. Будь как Моисей, которых исполнил все слова Иеговы. Как Даниил, который предпочел лучше оказаться во львином рву, чем ослушаться своего Бога. Как три молодых еврейских юноши, которые предпочли быть брошенными в пылающую печь и не поклониться Истукану, поставленному величайшим из земных монархов. Все эти мужи ничего не потеряли благодаря своей верности, потому что Бог сказал, «Я прославлю прославляющих Меня». Первая книга царств, глава 2, стих 30. Полное отделение для Бога – это небесный стандарт. Ни половинчатое сердце, ни компромиссы, поклонение, дети, бизнес и все, чем обладают верующие, должно уйти на три дня пути, неся отпечаток воскрешенной жизни, которая знаменуется отдаленностью для Бога.